В Кремлевской школе Верховой СД прошли показательные выступления, однако в этот раз зрители не стали удивлять джигитовкой и акробатикой. Своё мастерство показали самые маленькие ученики. Некоторые ещё не могут без помощи взрослых сесть даже на пони, но уверенно держатся в седле. Кристина Одиноченко пообщалась с начинающими спортсменами. Белоснежный пони по кричке Ланселот славится добрым драмом и ангельским под стать окрасу терпением. Вот уже час ему делают косички, расчёсывают, вплетают в гриву мишуру, готовят к выступлению. Все реагируют по-разному, поэтому наряжаем не всех гириллиандами, потому что некоторые, конечно, впечатлительные. Этим всадникам от трёх до шести лет, и это их первый турнир, где они могут показать, пока только родителям, чему научились в течение года в Кремлёвской школе Верховой Езды. Маленькой саде пока ещё помогают забираться в седло инструкторы. Я большая, выросла, смогу запрыгнуть. Красоту и грацию, так, кстати, называется турнир для самых маленьких. Продемонстрировать непросто, нужно и спину держать прямо, и руки с поводью убирать, то на пояс, а то и вовсе разводить в стороны. Руки на пояс, руки в стороны. Они совсем недавно пришли, и лошадь видели только на картинке. Сегодня они уже, заметьте, красиво одеты, они профессионально сидят, они целиком и полностью стараются показать, что они уже взрослые, самостоятельные всадники. Самое главное – это равновесие в начальной стадии, правильная посадка, правильное положение ног, рук, головы, спины, то есть, чтобы они сидели ровно и красиво держали равновесие. Следующий этап турнира – манежная езда. В конном спорте костюмированное выступление под музыку называют «Кюр». Здесь мало просто усидеть на лошади, животным нужно управлять и ловко маневрировать на манеже, причем обязательно в такт музыке. Для того, чтобы делать сложные элементы, например, на галопе, надо обязательно двигать лошадь. Например, вольт тоже надо лошадь двигать, держать ее внутренней ногой. Надо обязательно попадать в музыку. Джигитовка, конкур, юным всадникам еще есть чему поучиться. Многие из них – те, что постарше, уже мечтают выступать по всему миру вместе с Кремлевской школой верховой езды. Кристина Одиноченко, Александр Ивановский, ТВ-центр.